В Ульяновске В течение всего дня предприниматели обменивались опытом, искали ответы на актуальные вопросы, которые сейчас стоят перед бизнес-сообществом. К примеру, живая дискуссия вышла на площадке по обсуждению административных нагрузок на бизнес, как относиться и как подходить к различным требованиям законодательства по регулированию предпринимательской деятельности. В поисках правильных решений помогали федеральные эксперты. Ни одному предприятию его какая-то жалоба на административный барьер, на проверки, на преследование даже силовых органов не проходит без внимания лично губернатора. Это же тоже вселяет уверенность в том, что если ты здесь начинаешь и ведешь бизнес, то любая твоя вопрос и проблема, они будут рассмотрены и на уровне администрации области, и на уровне общественной организации опоры России. В рамках областного бизнес-форума руководители регионального отделения опоры России, корпорации по развитию предпринимательства, а также партии «Единая Россия» подписали трехстороннее соглашение. Документ о реализации совместного проекта по привлечению жителей региона в бизнес-стартапер. Мы с вами сегодня делаем для бизнеса действительно очень многое, потому что понимаем, что это будущее, как минимум, нашего региона. Я не берусь за всю страну говорить, это не входит в мои полномочия, но вот для Ульяновской области развитие предпринимательства, в том числе начиная с микробизнеса, является приоритетом и причем одним из самых главных. Награждение победителей премии оставили на десерт. В этом году принять участие в бизнес-успехе изъявили желание 87 предпринимателей. Однако в финал вышли только 15 участников. Критерии отбора были жесткими. Оценка жюри во многом зависела от презентации проекта. Когда я готовилась к своей собственной свадьбе, я поняла, что у нас в городе ничего нету, и я решила попробовать создать что-то свое. В итоге у меня сейчас преуспевающая студия, мы работаем по всему Поволжью. Есть в дальнейшем планы на более глубокое развитие. Я хотела бы заниматься арендой и стать преимуществом такой большой компании именно по арендам имени по всему Поволжью. Бизнес – это интересно, что это реально доступно и что на самом деле им можно заниматься в любой момент, в любое время, в любом возрасте и придумывать, создавать новое. Лучших из лучших выбирали в пяти номинациях. В каждой из них было определено по три претендента – предприниматели, чьи проекты наиболее полно отражали суть малого и среднего бизнеса. Главный приз – статуэтку «Золотой домкрат». К примеру, в номинации «Лучший производственный проект» получил на Гаткинский перерабатывающий комбинат. С 2010 года мы работаем, не покладая рук. В производстве это поистине очень трудно. Наверное, в любом деле трудно, но в производстве, мне кажется, это как-то особенно. Но мы никогда не пускаем руки, мы мотивированы на результат. И весь мой коллектив единомышленников – это коллектив профессионалов, они все мотивированы на результат. Поэтому мы это хотели и мы это сделали. В качестве призов также рекламная и пиар-поддержка для всех кандидатов, цены награды и денежные сертификаты от партнеров премии. Поиски на международные профессиональные выставки и стажировки. Все победители региональных этапов встретятся на финале конкурса в Москве. Рината Леолова, Данил Сурков, Лилия Шакирова. Новости Ульяновской правды.